друзья мы продолжаем вы на поплайки это на карбариста то есть это навыла и мы продолжим черт возьми он прав мне нужно больше растений растений здесь не так и так что мы привяжем большой старый нож для стаиков и заставим их драться друг с другом мне нравится это будет супер я хочу построить что-то что попадет на это ты ушел королевская руби битва с огнеметами ты же не нам напрашиваешь его на маленького парня да 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 огнемет наверное нет но я хочу чтобы ты записал бой на мой телефон чтобы мы могли отправить его продюсером у продюсеров есть реальная жажда шелка да конечно давай прикрепим этот нож передай мне эти хомуты хомуты и нож нож и мой кофе ты уверена кто вообще тебе это дал кофе черт возьми пусто моя чашка пустая кишан мир уходит из-под ног быть может это и хорошо что твоя чашка пуста я думаю экспресс в моей чашке должен переливаться через край я просто сколько чашек ты выпила слишком много кишан а разве кто-нибудь спрашивал и карен сколько он выпил экспресса да и читал книгу об икаре представь себе что вы дедал и наблюдать как ваш сын умирает дело именно то что вы сказали ему не делать он полетел к солнцу я образованный человек из-за лишней информации у меня голова болит я думаю думаю что ты могла бы почитать немного больше об икаре там есть неожиданный финал какой не понял у меня нож кишан никаких спойлеров ха 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 ага никаких спойлеров обещаю хорошо я просто скажу привет может она на этот раз не бросит меня нож кто знает привет дети а чужак боже кишан кишан приятель дружище я попала нет это ты промазала проклятие но погоди ты бросила специально исключительно специально да я в порядке кстати а это всего лишь ты было бы хуже если бы ты это был кто-то еще наверное если только эти кто-то не были бы настоящим шпионами никогда не знаешь кто за тобой наблюдает пришедшими украсть мою роботов тогда это было бы хорошо я чувствую что я распадаюсь на куске у нет она как что с ней она проснется минут через 15 без всякого и какие либо последствий но тебе наверно не стоит давать ей больше кофе она превращается у настоящего гоблина не путайтесь с теми днями когда она была просто обычным гремлином о мне она сказала что это сделает ее безмерно сильный и она не соврала ну ты знаешь великая сила великая ответственность бла-бла-бла и 313 у малышки уже достаточно энергия но не достает чувство ответственности да я даже не знаю как я оказался здесь прикрепляющим ножи прикрепляющим ножом к роботам она уже очень убедительная убедительность эшли загадка это явно не логика красноречие или харизма который заставляет людей выполнять ее приказы кому ты рассказываешь приятель она живет же здесь здесь ее родители любили бы меня если бы узнали что она чуть не убила меня довольно хороший был бросок хоть и вслепую она заставляет мне гордиться старейшим образом ха она училась у лучших да но лучшим определенно был не я мэдди довольно опасно с ножами люблю ее эффективно эффектные трюки плохая привычка наверно в любом случае мне жаль я веду себя неприемлемо не звучит раньше это место лежало мне теперь я просто сижу и причиняю неприятности иногда им меня бросают ножики я кишан и я умер сегодня а я жив я жив в какой громкий голос о будь добрее ты знаешь страшно просыпаться яркий свет приближается ко мне я думаю что он переживает свои последние минуты похоже на то что происходит привет я не помню откуда столько конечностей вступай в клуб приятель мы возрождаем все в новом образе ясно я кеплер приятно познакомиться а я якоби я неопределенно не знаю нормально это имя его тело сделано из коробки с молоком должны ли мы просто назвать его молоком нет слишком просто представь что ты назвал меня гун только потому что я сделал из коробки для гуна мне бы это совсем не понравилось на днях вышли кричала в каком-то имени лавлейс я думаю это имя хорошее как на ваш друг относится к этому приемлемо отлично приятно познакомиться лавлейс это забавно роботы из ваших туманных воспоминаний определенные слова вызывают к вам эти слова могут быть ключом к загадке и тайне того что произошло в этом месте черт и гений детектив ремонт возвращение по прибору гоблин чернорабочая отвертка день рождения и кар блендера дырки тирин тверствый тверка продюсеры блендеры тверка ответственность гоблин день подтвердить когда они мелькают в вашем сознании вы следователь на несколько и пытаетесь вспомнить что они означали гоблины гоблины эшли блендеры еда эшли меди четверка терминал гости мельборн возможно со временем вы можете уцепиться за большее количество фрагментов которые мелькают в вашей голове какие фрагменты вы предпочитаете взять с собой что ценно для вас наверно а какие именно я не знаю humo как красиво Да, радужит. Субтитры сделал DimaTorzok Это менее захватывающее, но с другой стороны, его можно использовать всегда. Я очень люблю рассказывать о нем новым людям. Реакция всегда забавная. Я совсем не ожидал, что сегодня буду в восторге от странного квантового коридора. Когда люди начинают нервничать по поводу магии, они обычно начинают пытаться объяснять ее, используя научные термины, чтобы успокоить себя. Сегодняшний день полон впечатлений, но как только я начинаю думать об этом, я понимаю, что на самом деле я во всем запутался. Или запутался? Все-таки правильно. Представляю, твоя жизнь в принципе стала очень странной в короткие сроки. И Лех, твоя анти-жизнь? Не следовало бы рассказать побольше об этом, не так ли? О боже, об этом не стоит даже думать. Просто продолжай говорить о коридоре, в котором я могу отвлечься от этого. Если честно, я не уверен, что смог правильно объяснить многое из того, что здесь происходит. Здание слегка разумнее. Слишком много магии в земле, чтобы ничего не происходило. Значит, кофе живое. Кафе. Не совсем. Здесь много ожило, но, насколько мы можем судить, само здание не попадает под эту категорию. Кроме того, оно в основном стремится изменить себя таким образом, чтобы это было полезно, а не расстраивать. Квантовые коридоры. Я сделал себе чашку кофе. Хочешь что-нибудь? Нет, пока я в порядке. И еще. Как зовут Бористо? Я на самом деле не расслышал и чувствую себя придурком. А, Мэдди. Теперь она хозяйка. И не только Бористо. И еще делает кофе, конечно. Но так как она теперь владелица, у нее много задач, с которым нужно успевать поправляться. Почему ты спрашиваешь? Ты заглядываешься на нее, да? Нет. У меня есть парень. Что? Что? М был. О боже, это слишком. Я не могу представить, как он себя чувствует. Старости не думать об этом. Я. Окей. Да. Окей. А сейчас не хочешь что-нибудь выпить? Я думаю, что сейчас мне нужно кое-что покорепче, чем кофе, извини. Не позвали ему, Кишан. Тсс. Я могу принести тебе что-нибудь покрепче приятелю. Хочешь бурбон? Чистый бурбон всегда будет идеальным сочетанием стильного и непридизательного. Или это недостаточно крепко? Я думал, это просто кофе. Кафе. Но в целом так и есть. Но мы действительно можем подать алкоголь. И более крепкие вещи по запросу. Более крепкие? Например. Эрготоу. Абсент. Чистый спирт. Ты думаешь, что в подобном месте не найдется ничего покрепче? Крепче, чем чистый спирт? Ха-ха. Вот это ад. А че крепче? Конечно. Напомни мне позже, и я достану кое-что из моих специальных запасов. Не позволяй ему, Кишан. Эй, кто-то должен выпить это. Я знаю, что ты не притронешься к подобному. Только если не захочешь поджечь его. У меня есть достойная причина желать поджечь лучшую дистиллированную душе. У нас явное равногласие по этому вопросу. Итак, Кишан, что будешь заказывать? На самом деле, я передумал по поводу кофе. Могу ли я заказать кое-что нестандартное? Хочу побаловать себя в мой последний день на земле. Хочешь чего-то очень сладкого. Если у нас есть индигренты, без проблем. Мэдди все сделает. Круто-круто. В таком случае, можно мне больше четвертого экспресса. Двойная ванильная карамель. Без пенки. Супер горячий. Хоча нет. Хочу макиято с кокосовым молоком. Вот это запросы. Не обнаглел ли он часом? Боже мой. Две ложки сахара и взбитые сливки сверху? Мэдди? Да, дорогой. Ты можешь? Я не совсем знаю как. Это вообще реально? О, это слишком много? Я еще хотел попросить плеснуть бурбонов в кофе. Ну, наверное, цельщиком. Ну что ж. Да, это слишком много. Это ужасный заказ. Ненавижу такое. Насколько ужасный? Худший из тех, что тебе попадались? Нет. Я просто ненавижу его. Блин. Какое слово увеличивает мое желание поджечь экспресс-машину, чтобы мне больше никогда не пришлось даже думать о приготовлении кофе? Насчет бурбона. Я добавлю ее сам в свой кофе. Итак, учтя все твои предпочтения, у меня есть встречное предложение. Да. Я сделаю тебе просто двойной черный лонг-блэк. И я добавлю в него бурбон. Но я больше не буду называть тебя хипстером. Хм. Если ты откажешься от моего предложения, я вытряю из тебя душу. И использую ее для протирания барной стойки после закрытия. Она будет вкусно пахнуть, если у тебя это утешит. Упс. Это звучит как привлекательное предложение, но не часть про душу. Я возьму кофе. Моя щитрость не знает границ. Хм. Обыватель. Ха-ха-ха. Боже. Итак, резюмирую. Этот заказ был отстойный, потому что это чрезвычайно сложно сделать. Сахал в нем достаточно для сердечного приступа. И подобное могу попросить только нетерпеливые придурки. Можно ли умереть дважды? Да. Ты можешь умереть дважды, если тебя воскресят из мертвых. Или если тебе удастся действительно взбесить кого-то между этим и следующим местом. Что более вероятно, потому что воскрешение незаконно. Воскрешение. Воскрешение предназначено для чрезвычайной ситуации. И у Совета есть очень конкретное определение того, что является чрезвычайной ситуацией. Бывают столетия, приходят безъединенные ситуации, которые могут квалифицировать как чрезвычайную. Но если ты спрашиваешь, можешь ли ты получить сердечный приступ или что-то еще? Ответ нет. Жизнь и смерть имеют здесь несколько иной смысл. Нельзя умереть от естественных причин. Это немного сложно и странно. И мы все еще пытаемся выяснить, как это работает. Мы уже более двухсот лет. И я до сих пор не понял, как это такое. Что это такое? Только смутные догадки. Ясно. Так что же мешает мне просто остаться здесь? Например, Я уже мертв. Почему я должен идти в следующее место? У тебя есть определенное количество часов, ровно сколько тебе позволяет оставаться на крови мира смертных. Часами можно обмениваться. Обмениваться? Их можно купить, продать, обменять. Это если в двух словах. Но совет смерти всегда собирает долги. И ты начинаешь влезать в долги или задерживаться здесь слишком долго. Если. Твоя душа тоже начинает зудеть. Если чувство менее приятное, чем покалывание, которое вы не можете успокоить, возможно есть, но это другая история. Это не то, что хочется испытать. У вас было несколько человек, задерживающих свыше определенного времени. И они быстро сдались. Начинается все с общей раздражительности. А потом начинают происходить вещи и похуже. Эх. Это что-то странное, если представить. Сколько у меня времени, прежде чем нужно будет исчезнуть? У тебя есть только 24 часа. Если задержишься подольше, то мы начнем платить по счетам. Так как ты находишься на нашей территории. Счет терминал это место, где заим... Заимствованное время имеет очень буквальное значение. Ага, ты прекрасный человек. Но мы уже накопили слишком много долгов, позволяя людям оставаться после истечения сроков. И денежной яме. Мы чрезвычайно бедны. Раньше мы были слишком мягки, позволяя людям оставаться еще немного, вместо того, чтобы вежливо провожать их на следующий уровень существования и все такое. Ты знаешь правила? Но поскольку часы обмениваются, ты всегда можешь достать из каких-либо других способов. На самом деле, сегодня вечером кое-что планируется, что можно тебя заинтересовать. Серьезно? Ты все еще этим занимаешься? Заткнись. Ты знаешь, что совет не посмотрит на это положительно? Нед сам так сказал. Но это привлекает клиентов и помогает нам сократить долги. Я согласен на любую возможность. И хей! Нафиг Неда! У нас здесь 13-летний ребенок. Как ты знаешь? Ну да. Э? Она наслышала достаточно глубоких слов за свою жизнь. О ней не беспокоюсь. Но она права, тем не менее. Что? Каждый раз, когда Нед приходит, он заставляет нас нервничать. Ишь ли уже в том возрасте, когда научилась распознавать, когда другие люди испытывают средств, но еще недостаточно опытно, чтобы полностью понять, что такое... Может быть не так сильно, но Мэдди нервничает, и это убивает настроение чувак. Так что да. Нафига... Нафиг Неда. Я думаю, что вы сегодня выпили слишком много кофе, юная леди. Я сейчас так разбитый, ты не представляешь. Это напоминает то, что меня ломало раньше. И это словно просто было в преддверии всего этого, и сейчас вдвойне сломлено. Или что-то в этом роде. Все, о чем я прошу, это постараюсь свести ругань к минимуму в присутствии посетителей. Окей. Кишан считается? Все нормально. Пора моих соседей по дому. Торговцы. Отличный способ сэкономить на аренде и никогда не чувствуешь себя одиноким, если ты не зациклен по идее личного пространства. Я быстро научился игнорировать подобное. Торговцы? Более торговцами? Тьфу. Они все еще торговцы, если только не сменили карьеру за последние пару дней. Но они больше не мои соседи. Потому что... Эй, друзья, я уже говорил, что быть мертвым отстой. Потому что это отстой, и я чувствую себя очень плохо. Не лучшая ситуация, если честно. Да. Даже мысли о том, как говорить о подобных вещах, сбивают с толку. Верно. Хочешь настоящие выпивки? Без кофеина. Ого. Это было бы кстати. По телевизору не говорили о том, что сегодня будет двуря. Ого. И похоже не слабая. Мейберская погода, как всегда, поражает. Я поднимусь вверх и закрою окна. Отлично. И ты, Ашли. Давай поднимемся наверх и заодно убедимся на твоем рабочем столе. Уберемся, точнее. Тебе нужна взятка? Да. У меня припятный шоколад. Припрятан. Да-да-дам. Сойдет тогда. Странные штуки. Погоди. А мертвецы вообще могут напиться? А как ты думаешь, зачем мы подаем алкоголь? Чтобы заработать деньги? Ну да. Подожди. У меня вообще есть бумажник? Сомневаюсь в этом. У меня реально нет. Как это работает? Почему я в своей одежде, но нет содержимого карманов? Не знаю, парень. У всех и поэтому по-разному. У смерти нет определенных правил. Единственное универсальное правило, которое я могу назвать, это то, что здесь нельзя задерживаться. И к счастью, люди обычно не приходят без одежды. Итак, о том напитке. Я так понял, ты дашь мне неразбавленную водку или что-то в этом роде? Чего ты это взял? Ты не любишь делать сложные напитки. Ха, приятель, все не так. Я не люблю делать смешанные кофейные и молочные коктейли для дотошных, типичных семьянинов. Я с удовольствием приготовлю коктейль в пределах разумного. Ну ладно. Тогда что у тебя есть? У шеи есть все, что ты можешь представить. И даже больше. Я бы не отказался от стаканчика мятного джулепа. Эй, а что там снаружи? О, ты кто? Здоровичок какой-то. Снаружи? Какой-то парень подождем. Вот дерьмо. Мэдди, Мэдди, что случилось? Давай начнем с этого напитка. Что-то там пошло не так. И кто? Утро. Эээ, привет. Здравствуй, недавно умерший. Эта шляпа, которую ты носишь, сделала тебя немного похожим. Нет, Келли. Я могу поклятся, что ты стоял снаружи буквально секунду назад. Так как ЖУ умер. И тебе доброе утро, Нед. Сейчас пять часов вечера, Мэдлин. Отвали, Нед. Это даже не мое полное имя. Разве нет, Мэдди? Не мог же шеи мне соврать. Он никогда этого не говорил. Ага, но попробовать стоило. Попробовать что? Заставить меня врасплох? Еще какое-то дерьмо в этом духе? Дружище, я сейчас настолько выбита из скалии, что даже легкий ветерок свалил меня с ног. Не дави на меня. Эй, этот мятный Джулеп великолепен. Просто хотел внести свой вклад в разговор. Итак, вы смотрели игру прошлой ночью? Австралийская футбольная лига дает вам возможность болеть за свою любимую местную команду, ну и кроме досманцев. Да, и Карлтон снова увидел Колли Каллин Гуд. Но мне нет до этого дела. Хух, просто веду вежливую беседу. Тебе тоже стоит как-нибудь попробовать. Возможно, но точно не с тобой. Ты никогда раньше не приходил в дневное время. Что тебе нужно? Ничего особенного. Изначально я хотел поговорить с Шейм, но это может подождать, поскольку он пропал. Планируешь отправить поисковую группу? Ага. Было бы очень обидно потерять старого друга, позволив ему случайно попасть под поезд. Или что-то в этом роде. Ну да, ну да. Заткнись. Последний раз я видела его наверху. Что было последним, что ты видела, Мэдди? Расскажи мне. Почему ты такой? Что это было? Последнее, что я видела, как он поднимался по лестнице. Значит, он может быть где угодно. Вероятно бежал с стороны. Некоторые обстоятельства могут следовать за тобой независимо от того, куда ты бежишь. Чтобы успокоить от огромного долга, который вы накопили. Он не мог далеко уйти. Я держу его на коротком поводке. А что касается долга? Ага, это не твоя проблема. Э, ты наверное не слышал. Это не твоя проблема. Да, напряжение какое-то. Тут шей, твой придурок друг нет здесь. Эй, я уважаемый джентльмен, а не придурок. Я спущусь через секунду. Да, конечно, но ты тоже работаешь на совет смерти. И хотя бы это уже не дает тебе право зваться уважаемым джентльменом. Так, совет смерти что-то типа обычного городского совета, не считая того, что все тут мертвы. Да, но единственный мусор, который может собрать, находится прямо перед тобой. Этот парень чуть не надо. Я? Нет. Ты. Ты мусор, Нед. Мусор это ты. Это ты, Нед, мусор из ада. Потому что советский городской совет собирает мусор. Вот чем шутка. О, круто. У него даже голова в форме мусорного бака. Это вполне соответствует. хмм, я не из ада. Да, мне все равно. И Нед, чтоб было ясно, если ты еще никто не понял. Ты мусор. Да, я понял, я. как долго еще шея будет спускаться. Не знаю, он был занят наверху Сэшли. Да, мне пришлось прятать от нее пять ножей от стейков. Я даже не знал, что у нас есть пять ножей для стейков. Потише, приятель. Как долго ты там сидел? Разве это ими значение? Но твой сотрудник был очень груб со мной. Так что если ты слышал, что-нибудь? Я все пытаюсь ему сказать. А, мой сотрудник. Да, нам нужно кое-что прояснить. Я не уследил. Она уходит. Мэдин не из тех, кто уклоняется от вызова, но если бы она это сделала, то я не была бы первой. Ты уволил ее за вопиющую некомпетентность? А, совсем не так. Со временем твоего последнего посещения произошла некоторая перестановка структуры управления кофе. Кафе. О, черт. Только не говори, что ты передал ей все. Ладно, я промолчу. Я уже пытался тебе сказать. Эй, кто-нибудь еще любит мятный джулеп? Потому что он классный и я его почти пригубил. Но мой язык онемел. И мне интересно, что теперь с этим делать. А, такая напряженка капец. Ты хотел что-то обсудить? Мне нужно выпить, прежде чем начнем разговор. Давайте оставим этот разговор на следующую серию. И этот напряженку. Мне интересно, что там будет дальше. Всем большое спасибо, всем рикотам, все пока-пока. Спасибо.